Доник Находится доник в фазе ботанизации. Вот в этой фазе мы как раз будем запахивать его в почву. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы повысить плодородие почвы. Это первое. Второе. Для того, чтобы улучшить аэрацию почвы. И затем, что доник обладает бактерицидным действием на флору, находящуюся в почве. Он является оздоровителем почвы. И в то же время доник является еще и лекарственным растением. Доник будем запахивать для того, чтобы увеличить органическую массу в почве. Вы знаете, что сейчас очень большие сложности под картофелем носить перегной, навоз, золу и все прочие такие элементы, которые носят органическую часть. Поэтому вот урожайность, как вот здесь я считаю, что урожайность 300-400 сантиметров с гектара зеленой массы, она эквивалентна внесению перегноя 30-40 тонн. Это один к одному практически. То есть, если вы на участке посеете у себя такой вот доник и вырастите до такой вот массы, то вы практически внесете на свою сотку. Если на гектар 30 тонн, то на сотку сколько нужно? 300 килограмм. Восполните органической массой ту нужную часть, которая нужна для растения. Не химическими элементами, удобрениями, а вот именно органической массой. Тем самым вы повысите гумус в почве. А гумус – это жизнь для растения, вы это прекрасно знаете. Поэтому и такие вот операции, как внесение или заделка доника в почву, должна быть своевременна. Вот в такой вот фазе. Фазе начала бутонизации, начала цветения. Продолжение следует...